ищем а в в в в в в в в сайте в сайте не писать партии в сутки в сутки в сутки столько всего как с Продолжение следует... 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 Мы сюда приехали медленно, чтобы достраивались. Наверное лучше со светом, потому что сильно шумит камера. Я не знаю, обычно надо затягивать движение, но я не знаю, как бы обычно надо затягивать движение для трансляции. Я сегодня попытаюсь рассказать про такую статью, про то, как срастить Model 3 и Model Based подходы. Но на самом деле не все так радужно и весело. На самом деле мы не будем снащивать любой Model Based подход или не любой Model Free подход. Здесь тоже все очень-очень сильно специфично. И я очень сильно надеюсь на поддержку аудитории, потому что там реально мотана просто выше крыши, в котором я мало что понимаю. Я просто можно сказать вам кусочки статьи сейчас просто покажу, которые мне понравились, которые, я думаю, помогут вам что-то понять. Human level article simbolization. Главная проблема в том, что это статья про шивки двух методов, которые я абсолютно не знаю и не понимаю. То есть как шивки я примерно понимаю. А в чем основа? Я хочу для начала показать видео. Что-то мышка не работает. Не, мышка не работает. А это в принципе он не работает, да. А, работает как-то. Детектирует отпечаток пальца хозяина и вот и так в хозяина. Чтобы примерно представлять, что вообще может вот это вот все. Собственно тут вот такая задача. По притаскиванию. Скажи, что происходит. Ну, белые. Да, вот. Вторая задача. Открывание дверей в 3D. Ну вот это довольно сложно. Дожди, а... Ну, тут я чуть не понимаю, что происходит. Вот можно на поводу поставить? То есть в самом начале, когда был пример с захватом коробки манипулятором, вот этой штукой, тут было нечестно. Рючки, боковые рючки, вот этого вот, держателя могли проходить сквозь коробку и тебе достаточно было, ну вот как-то так, ударить коробку, а не так, что аккуратно подвести рюку там. Ну, не то что, они не всегда. То есть видимо оно в 3D еще маленько, на плоскости. Поэтому он, когда наклоняется в 3D, он может как-то переходить. Но если оно полностью лежит, то нет. Ну, то есть... И вот с дверями тоже непонятно. Он может просто взять и своим крюком через рючку удавить или нет? Нет, не может. Здесь, в общем, с вот этой дверью фишка в том, что тут сложно. Тут надо сначала создать открытый слух, а потом туда открыть. В общем, все остальные методы типа зафейлили, если они их не используются. Надо просто, чтобы примерно представлять, о чем речь, какие задачи вообще решаются. Допустим, какие задачи с открыванием двери. И, что самое интересное, это вот задача с реальным роботом, втыкание, перед вами втыкать вилки в розетку. Ну, а потом пытается опять. В итоге да, а потом тыкает. Вот, неплохо. Двести пятьдесят центов. Да, значит, что под центом как бы. Двести пятьдесят раз она попиталась, и типа за эти двести пятьдесят раз она получилась полностью это делать. Хорошо. Это дальше, вероятно. А если сдвинуть короче? Да. Ну, а у них там motion capture, по идее, вот эти вот три лампочки там внизу, то есть он их видит типа, позиционирует и по лампочкам. Да. Ну, да. Да. И вот задача хоккей. Забивание, вот на шайбе тоже есть лампочки. Ну, нужно было сначала роботы, которые кладят шайбу на место. Паркинсон заприняется, но задача решается. Двести пятьдесят. Двести раз так. Паркинсон заприняется. Паркинсон заприняется – он точно, нужно было взять лёбот и пылесоса, чтобы он возвращался. Травил лёбот. Два, здесь типа вот другие методы типа ПНС. Ну здесь,zyka. Ладно, подождем. Можно вопрос, а о чем наш лёбот? Сейчас, после видеоролю, сначала посмотрим, что мы вообще пытаемся делать. Установка задачи. Ну да, что надо сделать. Что надо сделать. Забился и стояние полуметра. Не двигают ворота в разные стороны. Раз, два, три, четыре. Это стандартный робот, который многие используют. PR2 называется. Он может забивать, когда эти ворота переезжают в другое место. Опять же, они переезжают. Но они на фиксированном отдалении от шайбы. И шайба всегда на одном и том же месте. Да. Ну вот, и самую свою гордость в конце показали. Шайба забивается и вилка втыкается. Самая большая проблема всех вот этих ситуаций, когда вы должны обучить реального робота, что вы не можете подождать, пока он там десять тысяч раз делает это действие. Или там сто тысяч раз делает это действие. Вот. Поэтому возникают вопросы, как, собственно, это сделать. Ну и данная статья отвечает на вопрос. Предлагает срастить Model 3 подход и Model 3 подход. Model 3 подход он позволяет, не зная динамики среды там находить, но ему при этом нужно очень-очень много сэмплов. Вот. А Model 3 подход наоборот. Им много сэмплов не надо. Но при этом, если динамика вашей среды, то есть если ваш симулятор, который вам симулирует эту динамику, он чуть-чуть там неправильный, то многие от Model 3 подхода, они очень сильно от этого страдают и в результате вы опять ничего не получаете. То есть ничего не получается или надо очень-очень-очень сильно запариваться и очень-очень над этим симулятором очень сильно заморачиваться, чтобы он выдавал. Ну и вот, значит, в статье попытались именно срастить, взять от Model Based, чтобы можно было мало сэмплов использовать, а от Model 3, чтобы она могла адаптироваться, когда у вас симулятор не совсем хорошо описывает приведение реального робота. Вот. Для Model Based здесь используется решение на основе линейно-квадратичного регулятора. Это вот примерно из Википедии, что такое линейно-квадратичный регулятор. Я лично нераздо его не использовал. В общем, какая-то такая фигня, я вот лично понимаю, что это что-то похожее на пид-регулятор, только круче. То есть мы пытаемся каким-то регулятором регулировать какую-то модель. Здесь, что интересно, во всей статье нет нейросети. Там они появляются только в конце и то сбоку. Какие-то, которые реально функционирующие. Ну да, да. Ну то есть с пидами-то я работал, а вот с линейно-квадратичными, мне кажется, это что-то похожее. Они используют так называемые вот тайм-райм, например, Gaussian Policies. То есть это когда у нас здесь еще используются локальные политики. То есть не глобальная политика, когда у нас есть просто одна какая-то политика, которую мы применяем к нашему роботу. А локальные политики, которые вычислили, применили, посчитали-почитали, про локальные политики. То есть мы на каждом шаге что-то оптимизируем. И каждый раз у нас политика разная локальная. Здесь вот как раз вот эта вот модель у них формализована формула. То есть вероятность X это состояние, то это действие, которое мы делаем. Получается вероятность перейти в состояние XT плюс 1, в состояние XT в поле действия вот эта. Она вот как десантливируется из нормального распределения по вот этой вот формуле. Я не знаю как вот. Ну то есть что вот интересно, к статье ни слова не сказано, как они конкретно вот этот весь формализм математический, который там очень много применили конкретно к этому уроку. То есть чему там что соответствует, непонятно. Они ведут рассуждения с тем, как будто можно просто любую систему там делать. Они ведут просто на каком-то очень-очень высоком уровне, что у нас есть такой вот типа процесс. И он типа похож на как раз, если на предыдущий слайд посмотреть, там вверху X точка равно X плюс VU, как раз типа видимо похож на то, что можно или нет квадратичным регулятором порегулировать. Дальше они ссылаются на мою предыдущую работу, где они просто учились или нужны квадратичным регулятором регулировать. Почему квадратичный? Он гауссовский, еще квадратичный. Он гауссовский, еще квадратичный. Он гауссовский, да. Он гауссовский, так как он гауссовский, он гауссовский. У тебя вот в семнах, да? Нормальное воспреждение записано на ней на кризис, на на кризисах, на ней на корк. Да. Почему когда вот здесь X с точкой, там тоже это самое написанное, там тоже нет никаких квадратов, И это, фигурно, у нас среди квадратичная форма, то квадратичная у нас кос. Да, тут тоже кос квадратичный. Дальше. Смотри, в прошлый раз квадратичная, на самом деле, потому что у тебя производная линейно по иксу. Производная именно квадратичной функции линейно по иксу. А вот здесь, даже если пытаться где-то увидеть производное, что у меня как-то дверно получается, там еще и линейную составляющую, четко это нет. Ну, короче, они эту фигуру называют тоже ЛКР. Потом, дальше. Ну, то есть, для них это тоже линейно по иксу. Там есть квадраты в ней во многих местах. Я смотрю, ты только шкушки. Это еще. А вот эта вот вероятность, это модель среды. Это модель робота нашего конкретного, предположим, который мы хотим подоптимизировать и понять, что нам сейчас он конкретно делает. То есть, чтобы получить состояние действия, которое нам нужно сделать, нам надо соптимизировать его локальную политику на основе вот такой модели. Икс – это состояние чего? Икс – это состояние, ну, то есть, это робот, среда и все остальное. Ну, то есть, кидат – это икс – это икс – это икс. То есть, икс – это икс, ау – это икс – это икс. Да, ау – это икс. Все правильно. Вот. И здесь, на самом деле, происходит... В общем, тут происходит оптимизация... Вероятности, ну, то есть, вероятности совершивших этих определенных действий в определенном состоянии. Ну, то есть, вероятности, короче, таких не есть, на самом деле. Вот. И зачем тут нужно нормальное восприятие для того, чтобы как раз победить то, что у нас симулятор похож на реальность, потому что робот, он, как бы, в симуляторе он всегда одинаково рукой двигается, а в реальности она у него маленько по-разному в каждой раз двигается. За этим им нужен, типа, вот, они у них гаусси, ну, гаусси, поэтому... Ну, это тогда работает только для тех моделей, где у тебя состояние непрерывное, вот как, да, вот, там состояние, по сути, описывается вот этими поводатыми ключами его, и там действительно гауссовский шум, худо-бедно, наверное, имеет смысл из каких-то физических соображений, измерений и тому подобного, а если у тебя дискретные какие-то сущности, то... Это именно так. Это очень справедливое замечание. Вот. И еще здесь используется в оптимизации всеми горячо любимая эндивергенция для того, чтобы... Ну, здесь процесс какой? То есть мы пытаемся оптимизировать конкретно наши конкретные действия локально, вот, и потом на основе на оптимизированных на прошлом статике локальных действий мы с помощью электронных агенций стараемся их сделать так, чтобы они... Не сильно отличаются с предыдущими. Ну да, ну то есть еще дополнительно накладывается вот эта кэр-дивергенция для того, чтобы, в общем, система лучше работала, так скажем. Да. Да. А как связано, естественно, большое изменение дивергенции и, в смысле, моделирование среды с тем, что это моделирование достаточно хорошее, достаточно корректное поставки фразы, в самом деле? То есть почему то, что мы доставляем ей малую реакцию значит... Ну, если она, если совсем, типа, благая, то это не спасет. Ну, то есть это вообще, я не очень понимаю, какие вещи связаны, то, что мы доставляем ее малую реакцию и то, что она похожа на настоящую среду. Ну, это, типа, похоже на, типа, разложение в точке, то есть если у нас чуть-чуть, наш симулятор, он слегка плохой такой. То есть если мы просто какую-то модель, там, с потолка берем, она совсем не писывает ничего. Среду и там вообще ничего не поможет. А здесь, типа, она... Ну, наш симулятор, он, типа, чуть-чуть плохенький такой, но он близок. В этом смысле. Я так понимаю. Ну, я бы, на самом деле, просто как маленький верненький шаг. Замы запрещают тебе сделать большой шаг непонятный сезон, где своя тема главная политика. Там, в какой-то главной группе. То есть все эти тема здесь, ну, в прошлой политике. Я скажу, я вам описание, выросла самодель. Какие политики, это это, 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 это политика. Да, политика, это политика, локальная политика на конкретном этом шаге. Вот сейчас политика, в которой мы сейчас реагируем. Здесь нет глобальных политиков. И это, это даже не нейросеть, это просто какая-то фигня, короче, число просто. То, что у нас наша организационная задача на вопрос. Здесь это просто как теоретические рассуждения. Что-то они начались очень, очень годро. Мы не успели понять, где политика, как они мониторизируются и вообще как это все начинается. Это, в общем, для этого надо хорошо понимать, как работают вот эти самые линейно-клодоптичные регуляторы в роботах. Я тоже пытался понять, но это просто, опять же, там большой пласт. Надо поднимать, чтобы это понять. Я просто понял, что там, в общем, есть какая-то модель, которая вот этим регулятором пытается уметь поискать, пооптимизировать именно ее с помощью вот этого. То есть, регулятор управляет вот этой моделью? Минейно-клодоптичный регулятор, он не очень, не очень сложный, на самом деле. Это, как бы, из чего исходит обычно в группе А. Берут квадратичный пост, да? Клодоптичный по состоянию квадратичных действий. Расписывает этот пост по временным шагам, от начала времени, от начала этого эпизода до самого-самого конца. Дальше все вот это вот длинное-длинное-длинное цепочка начинает оптимизировать с конца, начинает выражать действия через состояние, и потихонечку избавляются от неизвестных переменных под действий, так это доходит с самого конца до самого начала. Как бы, все, что там происходит, это просто дифференцирование квадратичной функции. Как бы, в ИРе не происходит больше ничего, там нет никакой магии. Когда говорится про линейный, линейный политический гауссовский регулятор, добавляется нормальное распределение, но в силу того, что нормальное распределение соматично относительно своего среднего, математика не меняется совсем. То есть там тоже самое дифференцирование, не происходит ничего. Откуда, какая логика здесь приоритет инференции, почему нельзя поняться очень сильно от предыдущей версии своей политики? Я вот, честно говоря, не очень много. Там еще что-то есть на следующем или на предыдущем? Это они типа из предыдущих работ выяснили, что вот либо так надо делать. Это следует там уже. Там, да, там, в общем, дальше эта квадратная дивергенция, она тоже там будет нужна в нескольких местах. Я думаю, может быть, станет понятие там. Сейчас, а policy PI, это вообще что такое? Это локальная политика в данном случае. Нет, а формула, формула это как выражается? Это же должно быть какое-то распределение над чем? Какие у нас действия? Вернуть рычажок, моторчик и на несколько градусов? Ну да, собственно, это верно. Окей. То есть обычно это тоже гауссовская политика с линейным средним и с дисперсией, которая зависит от… С линейного чего? С линейного под состоянием. Окей. Потому что он политика. Ну да. Может быть здесь, как сказать, может быть эта дивергенция, потому что робот там не может, если у него там на угол там 3 градуса было повернуто, он не может сразу повернуть на 90, а он будет маленький. То есть, может быть потом станет понятен. Что касается модул-фри части, используется вот policy improvement с pass integrals. Я думаю, возможно, кто-то знает, что это такое. Но это уже что-то ближе к reinforcement learning на самом деле. Там используется тоже такой кост. Кост-to-go. Кост – это конкретный кост для конкретного состояния x действия u. Мы можем также взять и эти все косты просуммировать до самого конца. Поднимаем внимание, что у нас есть длинный эпизод, когда робот там рукой что-то делает. Вот. Дальше, вводится вот такой тип кост-to-go для траектории. Вот. И как бы смысл вот этого вот и квадрата вообще никак не… Не, я так понял, это распространенное. А, в смысле, что такое почему? Индивидуал, почему? Вот именно вот этот метод. Его еще, кстати, его так и пишут. То есть pi и квадрат в смысле он там светлый. Я же просто не нашел какой-то светлый. Ну, вся суть метода вот здесь вообще, на слайде. То есть мы берем, считаем кост по всей траектории. Собственно, это и есть длинный эпизод. И дальше считаем вероятности. Ну, то есть вот наша политика – это тоже локальная, по сути, это вот эти вероятности совершить действие в состоянии X. Они у нас типа по этой формуле могут быть вычислены. Начало траектории фиксируется? Ну да, есть текущие конкретные траектории. Индексы i, i, t – это что? И это номер траектории. А, ответ на наготовление. А, наоборот. Наоборот. И это шаг, да. Может, все-таки не эта траектория? Да, и эта траектория, вот написано наверху. И эта траектория. То есть у нас есть n-траектории. Мы сначала там сцемплируем n-траектории. Вот. И потом по этим n-траекториям мы считаем вот по этой формуле. И она нам оценивает вероятности. Если это полный пост, да? То есть это пост. Да. То есть пост именно следующий. Да, да. То есть пост посчитан по всей траектории. Насколько я понимаю, эта вероятность, она рассчитывается для нескольких наборов сцена действий. Вот, соответственно, если у нас из-за новости выпускаем эн-траектории, то, получается, как мы можем получить эту вероятность для вот другого сочетания сцена действий. Ну если они расходятся после ацена действий? То есть для какого-то другого чего? Для какого-то другого сочетания сцена действий. Ну, начнем с того, что это тоже про локальные политики. То есть мы не пытаемся найти какую-то глобальную политику для любого X, для любого... То есть вот мы сейчас стоим в конкретном месте, и нам сейчас надо понять, что нам сейчас делать. И мы вот сейчас... У нас есть в базе данных траектории, мы это все прочитали для этой конкретной точки. То есть... Не очень правильно выглядит. Мы, получается, на каждом шоу выпускаем по этой траектории? Да, да. Мы считаем на каждом шаге. Получается, да. Чем больше у нас кос, тем меньше вероятность, что это траектория. Чем... С это аналог к функции различного понимания. Да. Ровно к функции. Гамма. Зачем? Гамма равна единица. Да, это минус к функции. О, да. В общем, вот этот вот метод, его смысл вот в этой форме. То есть мы сэмблируем траектории, получаем косты, дальше из них вычисляем, что вероятности... Для... Для реальности совершить какое-то определенное действие вот сейчас. Ааа. Из набора действий, которые сейчас. Ну, то есть мы как бы там проигрываем, как бы. Это, конечно, как метод просто энтропии. Похоже или нет. Не знаю. Скорее, по-моему, это больше не звучит. Это совершает действие с большей... с большей вероятностью тогда, когда это место и к нему больше. С пропорциональной функции. Да. А не надо ли в знаменателе еще и по x, и, 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 и. «Сыглец авторюassociен?» «Я сейчас не могу. Я сейчас не могу. Ну, потому что иначе... Если ты поинтегрируешь вторую часть поощру единицу в распределении. Делаю часть. «Покажи здесь, то что я буду. Палита! Субтитры создавал. середина единиц если вы терпите нет если таки присоединиться на это не так должно быть в сфере в сфере и теперь как шоу сервера в сфере вот эти две штуки то есть на самом деле что в рамке акция в рамках и предыдущий И квадратом должен быть локальный политик, и это позволяет, именно вот этот факт позволяет их срастить, потому что они близки по своей сути. Ну и здесь... Что позволяет их срастить? Их срастить, потому что они близки по своей сути, по своей конструкции. Ну, они обе используют локальную политику, не используют глобальную политику, то есть не какую-то... не тренируют сетку, которая что-то делает в любом состоянии. А они конкретно считают, из конкретного X, что нам сейчас делать с помощью... С помощью... Когда в подобных статьях говорят про глобальное и локальное, имеют в виду, что там модель среди, которую мы рассматриваем, да, мнение части, вот, геометричного доступа, она зависит от времени. Когда это вознимает, когда пишутся на центре, говорят, что рассматривают локальную задачу, не глобальную. Почему ты говоришь здесь, что мы какую-то локальную политику учим? Ну, я не знаю, может, я неправильно понял. Я вообще вот... Давай еще раздать. Мутрицию, мутрицию. Можешь еще раздать? Чего с чем срастить и почему они тут тут не писали? Вот это вот? Вот это? Вот этот линейного автобусский. Регулятор? Мы хотим срастить. Это... Это... Model-based подход. Я как? Не, мы сейчас ничего не... Политику мы не все время тренируем. Здесь мы вообще ничего не проинтересовываем. Наверху это... Model-based. Model-based, да? По сверхнему XMI. Политика. А, это вроде бы просто жероятность. Ну, и вот это вот. Мы вот это вот, знаешь, вот это. Model-based, вот это вот. При, как бы, поедку до момента. Не надо при поедке. Ну, вот так это и делается. Именно вот. Пытаются именно срастить. Одно с другим. Вот. Собственно... В чем идея? Что... Ну, что... Вот этот... Вот этот метод... Он как работает? То есть ты, типа, посчитал вот эти значения, которые уславливают твое поведение. То есть посчитал значения для каждой конкретной... Конкретного действия. На следующем шаге ты считаешь к ним ABD. Ну, и здесь теорема о том, что вот этот, ну, вот этот пик квадратов, он соответствует вот этой самой формуле скайл-дивергенции. То есть он соответствует оптимизации вот этой вот линейной гауссу с этим вот этим вот регулятором. И поэтому... Ну, то есть это как бы... Это два разных процента, которые, типа, оптимизируют одно и то же. Джердис, вы кому соответствует? Что такое? Апдейт и с пик квадрат соответствуют оптимизации с помощью линейной... Ну, то есть вот этот линейно-квадратичный регулятор, он... И вот эта оптимизация с помощью линейно-квадратичного регулятора соответствует тем апдетам, которые делает УРЭТ-пик квадрат. Причем именно скейл-дивергенции. То есть оптимизационные задачи это не те же? Нет, они ведут к обновой вказной цели. А. Они... Да. Интересно. Какой может быть, если одна причина в полюсе быстро, выговорят, почему оно быстро? Собственно, теорема вся здесь, на слайде. Почему это происходит? Здесь у нас получается что? Здесь мы оптимизируем функцию при условии третьей дивергенции. А здесь мы минимизируем cost-to-goal, который как бы... смысл примерно тот же самый. Горочего с определенным функцией? Ну, здесь... вот этот линейно-гауссовский регулятор, оптимизация вот эта, она в терминах функции поработает, предначально. Вот здесь, вот здесь ты... Тут можно дать эту изменение вопроса? Ну, оно тут классическое. Нет, я так понимаю. Потому что здесь минимизация в полюсе становится суммой кастовкой. Потому что это суммой кастовкой в точности пост-гоу строят шансы и что? Эта функция, скорее всего, считается в начале, так как пост-гоу считается какой-то другой точкой. Так как идти до конца? А, ну, может быть, да. То есть ты имеешь в виду... Еще на слайд назад. На слайд вперед? Назад. На слайд назад? Да. А, это линейно-гауссовский регулятор. Здесь кони... это не функция. Ну, здесь кони-то матрицы, да. Да. Ну, короче, здесь эту теорему сложно понять без математики, которая там... Петальщик, это тебе будет даже сложно понять, просто потому что мы не можем включить песок в эту песню, если мы не знаем определение куб. Давай так, с этого начнем. Можно? Ну, да, наверное, да. Как раз. Еще на предыдущей сварке. Покажу. 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 А, причем это... это только приближение находят. Оптимизируют приближение куб. Может, они куб функции... ее называют только потому, что она... пользуется ей как куб функцией. Нет, потому что там написано, вот сейчас, в куб функции, это сумма всех кастов с самого начала, с самого начала этого эпизода, до самого конца. Суга. Суга. Потому что записано функциональные задачи. Угу. Но, когда щелканый окос в голову... Слушай, ну, правильно. Здесь это тоже сумма. А окос в голову, да? До текущего конца. Не до текущего. С текущего до конца. Да, да. Да, да. Ну, значит, это почти одно и то же, правильно? Ну, в смысле, у меня есть одно и то же, если начинать из одного и безумия, то же самое тоже. Мы на каждом шаге начинаем из одной точки всегда. Угу. Угу. Поэтому они здесь ее, видимо, заменяют. Ну да, видимо, поэтому здесь просто ставится знак равенства между Q и S. Ну и дальше подставляется та формула, вот эта вот формула. И получается, что апдейт, вот это вот, это наша политика на текущем шаге, а эта политика на предыдущем шаге. И к ней вот этот толчилент. То есть мы его должны оценить из, ну, из просто вот этой формулы, которая следует как раз из вот этого места. Ну, то есть, еще раз обратно. То есть какая интуиция? Значит, следующая итерация, следующее поколение нашей политики, P и D, будет давать такую вероятность U, U, T, U, S, N, T, пропорциональному тому, что было раньше. Да. Умножен он на вот некоторые факторы, которые увеличивают или уменьшают то, что было раньше. Да. Увеличение или уменьшение того, что было раньше, это единственное что иное, как просто ненормированная, да, ненормированная польза, ненормированная оценка полезности всей последующей территории. Да. Да. И тут еще есть температура. Это T. Ну, температура потом отдельно считается, то есть отдельно оптимизируется вот и по отсюда. Ну, конечно, интересно, посмотрите на вашу задачу. Вот. И дальше получается, что мы можем вот это Cost of Go, S, разложить на две части, на две составляющие. Значит, первая составляющая с крышкой – это то, что это аппроксимация, а S с волной – это добавка к этой аппроксимации. То есть разница между истинной и аппроксимированной частью. Вот эта с крышкой часть, это нам позволит, ее нам позволит оценить как раз метод ModelBest, который вот, это, смейный квадратический регулятор. А вот это с волной мы находим как раз из нормы FreeMethod. И, собственно, это и позволяет как бы срастить два этих методов. То есть мы, получается, делаем сначала один апдейт, потом второй апдейт на наш локальный блин. То есть считаем сначала апдейт из первого метода и потом считаем апдейт со второго метода. И их просто по очереди, вот так, повторяем. Ну, дальше там будет конкретная схема, которая конкретно делается. Сейчас, здесь. Да, и здесь вот как вычислить хост-гоу с крышкой. То есть они подразумевают использование, ну, то есть они как бы используют... То есть действия имитируют, типа то, что по формуле 7, это как раз та самая, ну, засимплированная из нормального распределения модель. Нет, это скорее не засимплировано, это скорее действие, которое у нас приходит. Нормальное распределение со средним правом, потому что мы ведаем, грубо говоря, правом на скринтразе. Правильно? Ну, да. Ну и, собственно, вот это вот они используют. То есть это как раз параметры, вот эти k большое, k малое и sigma, ковариационная матрица, которые они используют в этой форме диактимизации. То есть оптимизируют эти параметры. Я вот совсем плохо понимаю про вот эти квадратичные даты, как они вот именно это делают. Это я эти куски сюда вставил для того, чтобы... Ну, то есть они как раз говорили о том, что вот так мы можем именно вот это оценивать именно вот этот cost of gold с крышкой. Здесь вообще что-нибудь понятно? Ну, мне немножко. Я не уверен, что это понятно будет. Ну, ладно, давайте дальше пойдем, может там станет понятнее. Это вот общий вид, общий вид алгоритма, как это вообще делается. То есть изначально на первом шаге мы генерируем траектории, запуская наше предметное даутсовское управление. Дальше мы считаем... Дальше мы считаем эти вероятности из первой части, из модул B с части, вернее, B с крышкой. И оцениваем из них cost. Мы считаем, а мы считаем, да? То есть мы считаем, держат в голове линейную галстовскую модель, видишь, что у нас вероятность, на самом деле нормальное восприятие со средним, которое линейно зависит. Линейно ходит свой паул с некоторой дисперсией. Здесь, на этом шаге мы оценим f с нижним смx и f с нижним смx. Это, на самом деле, матрица. Это зависит на виде функций. Это, на самом деле... Почему они записаны в виде функций? Потому что это производная функция перехода, f, это частная производная по лицу. Это будет как минимальность. И то же самое вторая часть. То есть производная функция перехода, это частная производная по лицу. Их мы оценим. Ну да, все правильно. Мы оцениваем вот это. Важно понимать, что это из первой модели пресс-части. Мы получаем... Мы знаем, как это получить, в общем. Можно разобраться, как это получить. Шаг 4 мы делаем точно так. То есть мы предлагаем некоторую модель для коста, в частности, там, некоторую квадратичную модель. Квадратичную по х и квадратичную по у. То есть это что такое? То есть это экспонированное на некоторую матрицу, на x. И то же самое. И вот эти матрицы мы оцениваем тоже по конечным. Который на том, что... Да, да. Потом у нас есть кост, который можно реально посчитать по этим ценам. И мы, получается, почитаем два коста. Правильно? Сейчас я не очень понимаю, что такое цен с крышкой. Что-то... Если цен с крышкой, это... Обычно таких задачей считается, что просто нам дан. То есть мы знаем, что... Очень... Очень допустим. Как минимум. Если вам не дан, но вообще функционально... То... Ну вот у нас есть кост, который мы можем посчитать реально. Он состоит как бы из двух частей. Значит кост, который мы можем посчитать реально? Ну вот это C, X, T, Z, 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 Z. Я так помню так. Ну, что значит... Я понимаю, да. Что значит почитать реально? Ну, у нас есть кост-функция. Здесь, кстати, кост-функция K. Здесь это расстояние между... Когда он... Там... Ему нужно шайбу толкнуть. Это вот расстояние от клюшки на шайбы. И расстояние шайбы... И плюс расстояние шайбы... Я так понимаю, когда они траекторию спускают, они могут посчитать этот кост. По всей траектории. Так, я так понимаю, что, грубо говоря, C без волны и без шапки, это тот C, который они считают в физическом мире, который... Да. А C с шапкой, это тот C, которое мы аппроксимируем, то есть то, что мы предсказываем. То, что мы предсказываем на основе оцененных матриц. Например, матрица XR и матрица XR. Да. А C с волной, это, грубо говоря, остаток между ними, который нам потом нужно будет для чего-то. Для того, чтобы вычислить как раз этот кост угол, то есть большое слово 0. Это кост угол, который считается... Который нужен в методе не может быть. ... 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 надо эту температуру менять со временем. Ну, откуда двойственная пуза? Как получается? Она к ним откуда-то приехала из какой-то другой статьи один. Ну, а дальше считаем то, что мы написали. Ну, да, да, да. А дальше мы делаем апдейт для нашей текущей теколокальной мере. То есть вот это P с крышечкой сначала считаем. Апдейтим. И второй апдейт это вот этот маленький оценка экспонента. И теперь спрашивается, причем тут нейросетки? Вообще, как вообще это связано с нейросетками? Как это связано? Как это связано? То есть это просто они берут своими локальными политиками генерируют из них вот этот датасет и этот датасет просто супер-байс берут, обучают нейросети. И потом дальше апдейтят нейросеть. Вот она там, политика пай тет-тет. На предыдущем шаге ее тоже можно апдейтить с помощью вот этой же самой формы т.е. они вместо P здесь просто FI поставили. Ну, P. То есть P сверху умресом P это аналитические вероятности по считанному форму. А P сверху умресом Z это наша нейросетка. Да, это нейросетка. Мы ее тоже можем удоить. Мы ее и отты. Да, но они касатели. Это не всегда так делается. То есть мы можем применять этот метод вообще без нейросети просто с пользой аналитической вероятности. А потом вдруг нам захотелось какой-то задачи и мы можем туда нейросетку вот этим методом дублистить. Т.е. нет такого типа нейросетевого reinforcement в привычном понимании получения. и это вот называется видимо гайдот полиси-серч. И теперь графики. Ничего не понятно в графике. Короче, задача, когда нам нужно притащить маленькую белую коробку большой-красной коробки их не метод. Здесь применяется без нейросеток. Здесь просто вот пик квадрат метод и вот этот LQR по LN он называется. Они не показывают в общем никакого результата, а вот именно их комбинация вот такая она типа показывает хороший результат. Хотя мне кажется я видел, что какие-то нейросетевые методы вот эту задачу решают тоже. Мне кажется я видел такие методы. Хотя они вижу, что не поднесут. Есть задача попроще. Это когда надо есть такая типа рука с одним суставом надо, чтобы она дотянула с помощью точки. По сути белая коробка приклеена к руке. Вот. Здесь они тестируют DDPG, TRPO, вот эти полиси серчи и свой уже тоже нейронный вот этот. Их метод называется PLQR. А теория MDGPS это значит, что он нейросетевый вот. Ну и вот они типа он у них на маленьком комиссии влесиве. То есть буквально есть третья степень итерации уже сходится. А обычный вот DDPG это DDP1 долго-долго-долго сходится. Задача с открыванием двери. Здесь DDP1 совсем не сходится, но здесь мало. Меньше чем 10 в пятой получается операции. РПО там что-то маленькое оно тоже не до конца отбеки, но совсем классно сходится. Еле видно зеленая линия она на 10 в третьей степени падает сильно. И они пишут, что единственный метод это тоннаж, который реально открывает рецепт. Есть методы, которые могут руку с ручкой водителя засовывать, но открыть не могут. Наш тепло именно открывает. Удача с хоккеем. Здесь тоже видно, что здесь тоже нейросети используются. Здесь сравниваясь в токации квадрат и LQR, понятно, что в какой реальной жизни обычные нейросетевые методы научишься. Их просто не тестируют. Нейросетевые методы без нейросети или с нейросетей. Нейросети просимируют то решение, которое выдается на аналитически посчитанной формулой на основе предположения о линейной пандемии. Ну да, я имел в виду просто модел 3 классические подходы. Я понимаю, что мы здесь уже знаем что степень, потому что нашел предложение о переходе состояния, действительно, там все прошло и так. есть модель, которая более-менее хорошо описывает их робот. Единственная проблема у них это то, что их модель плохо работает в условии шума. То есть рука робота не всегда попадает после технических действий. Я не очень компетентен, но я не могу сказать, что точность там объекта, которые действительно хотят. Потому что мнение функции под состояние его действия не бывает, кажется, прям совсем общая эффекта. с ничего нет, и это плохо. Потому что там непонятна связь с теоретическим выкладками и конкретным роботом. Ну, может быть, да, может, просто робот позволить, потому что этот метод применить только как раз, когда есть руки, которые должны что-то делать. Давай дальше играй. Еще играть. Это втыкание в вилки. И тут видно, что типа их метод может подкнуть, потому что вот снизу вот эта полосочка – это как раз, когда вилка воткнута. Типа их только метод. Ну, вот. Вступить на пальчиков вместе в сумме. Обязательно предъявили сложные лекции. Сложные, а наоборот, простые. Ну, да. Я бы, честно сказать, хотел что-то более простое из свой властик, я хоть что-то понимаю, просто это реально не то. Давайте в любом случае… Типа их. Типа их. Типа их. Типа их. Типа их… Это начинается очень редко. В том числе, там на курсе вжать ее не трогали вообще. Просто потому, что она немножко засунут. Исторически она была одной из трех составляющих, которые привлекали для обучения сотрудников. тем не менее ее придется отпускать, потому что она приведет за собой достаточно интересную математику, достаточно обширную. Эта статья — это одна из представителей в этой области. Она была на СМЛе в 2017 году. Тот вопрос, который они здесь принимают, на самом деле, и нам учить более-менее всех. Как правильно сделать много 300 и много 3, как их совместить, пока ответа нет. Не в классическом уровне, а в том практическом применении роботин, который мы сегодня участвуем. Если у вас есть какие-то мысли, как это можно все вместе собрать... Нет, но тоже альфа бывает. Разве не с вращением? То есть это то, как бы... Могу бейст у тебя... У тебя файл-файл есть модель, она не надо учить с неядным чемпионам. Когда говорят просто про то, что можно что-то смеснить, обычно говорят про то, что мы пытаемся выучить эту могу бейст. И потом избавиться от недостатков точной аппоксимации с помощью как раз молодых частей. Что-то сейчас такое делают. То есть в следующей неделе у нас будет доклад из Define, а доклад из статьи, которые в Define написали, что это был планированным. Там первый раз из всей концепции по ИРЛе как раз приняли интересную попытку о том, как это можно совместить с двух классических ИРЛ. без французских индивидентов. Ну вот, скажется так. Следующий четверг должен быть интересным. Я кстати думал, что сегодня это будет. Должен быть сегодня, да, но... Прошу прощения, что плохо подготовился, но реально трудно бывает. Да, верю, верю. На самом деле просто. Спасибо всем, что пришли. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин?? Только Abonキ ido субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова